Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами сегодня политолог Станислав Белковский. Здравствуйте, Станислав Александрович. Ну что, что касается обнуления, это новый термин, который уже прочно вошел в нашу жизнь. Вот как вы вообще оцениваете историю с обнулением сроков Владимира Путина? Я ничего качественного нового в этой истории не вижу. Тем более, что Владимир Путин не обязался баллотироваться к президенту в 1924 году. Он создал себе такую правовую возможность, а Путин традиционно всегда пытался идти путем максимального расширения пространства своих возможностей, чтобы в наименейшей степени зависеть от внешних обстоятельств, числу которых на сегодняшний день относятся уже и такие неумолимые, как старость и смерть. То есть он это учитывал, вы считаете, вот этот фактор? Ну вот, в общем, формула времени на раскачку нет, относится не столько к Российской Федерации, сколько к физическим возможностям ее лидерам. Это повествование о его старости. Времени на раскачку нет. Но для вас это не неожиданный поворот? Это один из возможных вариантов. К тому же, понимаете, даже если бы этого не случилось, все равно Владимир Путин оставался его президентом до 2024 года, и потом в какой-то переходной форме коронавируса в российской политике и власти так или иначе. Поэтому даже если бы этого не было, это не означало бы, что Владимир Путин рассосет, чтобы бориться завтра. Но многие эксперты и политологи говорят о том, что Путин мог бы обеспечить себе нахождение у власти после 2024 года в более грубой форме, возможно. А этот вариант наиболее изящным можно назвать. Вы не согласитесь с этим? Более грубо это как? Вообще всех стрелять нет. Я думаю, что это самый прямой вариант. Как говорил покойный ныне министр печати России Михаил Лесин, у нас креатива не дофига. То есть как раз если Путин остается президентом, это самое прямое, что может быть. А другой, что он не обязался платить его. Просто подчеркивает, что может, если что. И поэтому, кстати, не нужно говорить о нем как о хромой утке в ближайшие годы. Он еще вполне мог угол. Ну, Путин принял это предложение с предложения космонавта Терешковой, с оговоркой о том, что еще Конституционный суд должен поддержать. И хоть, несмотря на то, что большинство не сомневается в том, что Конституционный суд поддержит, есть те, кто считают, что как раз по договоренности Конституционный суд может не поддержать это решение, якобы подчеркнув свою значимость в глазах россиян. Владимир Владимирович Путин джентльмен. Конечно, он мог бы пойти на такой демарш Конституционного суда, если бы страдала только его репутация. Но в ситуации, когда страдает, возможно, репутация дамы Валентины Владимировны Терешковой, он рисковать не станет. Я думаю, решение Конституционного суда предрешено. Но вот то, что именно Валентина Терешкова предложила, это обнуление. И, как мы знаем, что 22 апреля будет голосование всероссийское по поправкам Конституции. Известно, какой это день, день рождения. Есть ли символизм в этом всем? Есть. 22 апреля удобно по самым разным параметрам, потому что это легко сделать выходным днем, не провангируя на длинные выходные, не побуждая дорогих осериан уезжать от голосования на даче. Что же касается Валентины Владимировны Терешковой, то здесь важна не столько ее привяженность к коммунистическим мирам, которые нет, скорее всего, а то, что это уже почти фольклорный персонаж. Такая фольклорная Снегурочка. Фольклорная старейшая депутата Государственной Думы, поэтому, кому же как не ей. Могла быть доверена такая честь, пригласить Владимира Путина остаться у власти. На ваш взгляд, как это происходило? Как договаривались? То есть, Валентине Терешковой кто предложил это сделать? Или, может быть, это и ее инициатива? Ей предложили сделать первый заместитель руководителя администрации президента России и Сергея Выделяновича Кириллевна. То есть, это его история, его идея и его сценарий? Ну, это сценарий Владимира Путина, все остальные лишь исполнители в этом сценарии. Терешкова, когда предложила обнулить президентские сроки, она сказала о том, что ее цитата «Давайте не будем городить какие-то схемы». Она так начала свое выступление. Очень путинский стиль. Зачем придумывать сложное, когда есть простое? Используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. Это тоже одна из важнейших философских опор Владимира Путина на всем протяжении его правления. Зачем искать изощренное решение, когда есть примитивное? Вот оно и есть такое. То есть, жизнь очень простая штука, как он писал в своей книге от первого лица, если я не ошибаюсь. Ну, что там? Зачем пытаться, так сказать, левой рукой достать правое ухо? Вопрос от нашего радиослушателя. Сергей Князев спрашивает вас, когда уйдет или уйдут Путин и его кооператив «Озеро», что ждет Россию после него, более жесткая диктатура или возвращение к демократическим ценностям? Ну, возвращение к демократическим ценностям – это вещь очень условная, поскольку полноформатной демократии в истории России еще не было. Но все равно играть против истории невозможно. Ясно, что глобальные тренды определены, определены не нами, и Россия, если она не собирается становиться Северной Кореей, а для этого у нее нет невозможности и ресурсов, все равно станет гемоатлантической страной. Какая цена, будет заплачен другой вопрос. Еще один вопрос от нашего радиослушателя Андрея Боровой у вас спрашивает. Если Владимир Путин не уходит, то зачем все эти телодвижения сейчас? Если дух Конституции позволит ему оставаться до 2036 года, то не следует ли ему переизбраться в этом году, начав все сначала? Почему таким слабым выглядит Песков, заявивший, что это решение вызвано нестабильной ситуацией? Разве у Путина нет еще четырех лет для разрешения этих дел? Нестабильная ситуация имеется в виду международная ситуация. Вообще Владимир Путин не сам дал память. Сравнил себя с Франклином Деланом Рузвельтом, который, видимо, все больше становится его ролевой моделью. И тем подчеркивать, что в первый раз он был матерей и справедцем, как лидер, который справился с последствиями экономической нестабильности 90-х годов, подобно тому, как Рузвельт одолел Великую депрессию в США. А теперь он предводитель России в ее мировой гибридной войне, которую, правда, она сама во многом затеяла, но, опять же, другой вопрос. И пока гибридная война продолжается, без Путина Россия никак обойтись не может. Поэтому, конечно, она может неопределенно долгое время, поскольку оценки хода и состояния войны глубоко субъективны. И тут символично, что решение о том, что Путин может баллозироваться на следующий срок, было оглашено в тот же день, несколькими часами после того, как, опять же, было официально объявлено, Дональд Трамп не приезжает на торжества 9 мая 2020 года, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Это значит, что очередной пакт России с Западом складывается. Тот самый пакт энтузиастный, которого выступал президент Франции Мюэль Макрон. И поэтому никакие символические уступки Западу не нужны. Он может демонстрировать, что раз так, он остается у власти. То есть, получается, что Трамп стал тем стимулом, который позволил Владимиру Путину это сделать. Последние капли, да. Хотя, опять же, говорю, что баллотируется Путин в 2024 году или нет. Любой альтернативный сценарий не означал, что он полностью куда-то исчезает в этом году. Вопрос от нашего радиослушателя, депутата латвийского сейма Николая Кабанова. Он в фейсбуке его прислал. Кто бы мог составить конкуренцию Путину на выборах в 2024 году? Ну, во-первых, традиционный набор кандидатов. Зюганов-Жириновский? Ну, от коммуниста, видимо, будет тот другой, поскольку уже был Павел Грудинин в прошлый раз. КПРФ не готов выдвигать на президентские выборы старого Зюганова, потому что не напрягать дедушку. Жириновский здесь неотменим и неизбывен. Но к тому же появляются новые фигуры, типа Сергея Шнурова, например, известнейший в перерывке по МСД. Почему бы нет? То есть не исключено, что он тоже будет баллотироваться? Да, не исключено. Сергей Шнуров вообще, если рассматривать его как политическую фигуру, насколько там большой потенциал в этом смысле, как считаете? Ролевая модель, опять же, для Сергея Шнурова – это Владимир Высоцкий. Это общенародный кумир и генератор духовных скреп. Правда, здесь Сергей Шнуров действительно очень популярен, но в отличие от Высоцкого, он достаточно системный, буржуазный игрок. И мне кажется, Сергей, которого я плохо лично знаю, к которому отношусь с огромным пиететом, несколько недооценивает, что все-таки геоэзморгистность – это необходимый удел гении типа Высоцкого. Высоцкий невозможно себе представить в Верховном Совете СССР, например, или человеком, вручающим что-нибудь Леониду Ильичу Брежневу, наоборот, получающим что-то от Леонидовича Брежнева. Здесь сам факт вхождения Сергея Шнурова в системную российскую политику наших дней несколько девальвирует его статус Высоцкого новых поколений. Но, конечно, это очень популярный человек, и на таких выборах он может выступить достойно, хотя, естественно, и не вступил в прямую конкуренцию с Пузином. Сейчас еще певица Валерия тоже решила пойти в политику. Да, она создает партийные женщины, что-то такое. Собственно, решение все-таки отказаться от проведения досрочных выборов в Государственной Думе во многом обусловлено желанием допустить до выборов все эти вновь создаваемые партии, цель которых подобрать электорат, обвалывающийся от менее теряющей популярности Единой России. Какая-то реакция от оппозиции, на ваш взгляд, существенная будет по этим поправкам? Смотря кого, что мы имеем в виду под оппозиции. Системная оппозиция уже отреагировала в рамках предложенной в системе Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Несистемная оппозиция приготовит одиночный пикет, не проводит их. Самая яркая фигура несистемной оппозиции Алексея Навального молчит, поскольку он не видит для себя выигрышного решения в этой ситуации. А везде, где он выигрывает, явно он предпочитает его отползать, что встает его стандартную методологию. Так или иначе, оппозиция должна будет призвать российский народ прийти 22 апреля и сказать «нет». Конституционным переменам, поскольку фактически 22 апреля проводится референдум о бесконечной пролонгации полномочий Владимира Путина, какие бы вопросы формально не выносились на конституцию. Ну вот, кстати, голосование по правкам в конституцию можно, наверное, предположить. Я рискну предположить, наверное, очевидность результатов. Но все-таки для власти российской тот или иной результат будет каким-то индикатором? Может быть, доверие того же? Я уверен, что администрация президента России не заставит уже немолодого лидера волноваться. Все-таки здоровья не того, времени на раскачку нет. И результат будет такой, какой Владимир Владимирович хочет. То есть, в общей сложности это 6,7-42, да, должно быть. Или 60% явкой 70% за, или 70% явкой 60% за. Валерий Соловей, политолог, который в последнее время очень активен, в том числе на площадках так называемых либеральных СМИ, он высказывает предположение, что времени на раскачку нет именно по причине того, что Владимир Путин болен, и вся эта история подчеркивает, что власть торопится. Вот насколько, на ваш взгляд, эта информация может соответствовать действительности? Путин не очень молод. И он постоянно говорит о возрасте, тут против этого не попрешь. Насколько же он болен, судить трудно, потому что вся информация о личных аспектах бытия Владимира Владимировича строго засекречена. И никакие утепления не допускаются. Поэтому я не знаю, болен он или нет. Но если он болен, то это волнует его в наименьшей степени. То есть, как говорилось в советское время, по аналогичным поводам, если что, другие коммунисты ответят перед партией. То есть, если Владимиру Путину суждено умереть, значит, у него будет какой-то приемник. Но сам-то Владимир Путин будет наблюдать из удобного умерения дальнейшую судьбу Российской Федерации. Поэтому не надо думать, что Даша Болен, это мотивирует его как-то менять политическую систему страны. Она и не меняется. Он в ней остается. Какая-то болезнь. Вот в недавнем интервью Алексей Венедиктов говорил, что даже если Путин был болен, то он эту болезнь уже преодолел, так как Алексей Венедиктов видел его график, и он довольно насыщенный у Путина. Понимаете, Путин же действительно активно не болен в той степени, что прям вот он умирает сейчас. Что он прикован к постели и не может с нее встать. Все остальное, особенно при возможностях современной медицины, вещи довольно условные. Да, у него походка не та, у него по-прежнему синдром беспокойных ног. Но все это продолжается уже не один год. И Путин с нами по-прежнему. Что касается попытки Владимира Путина сходить в Ютуб, это было сделано, правда, на площадке государственного агентства ТАСС, но тем не менее это первое его выступление в Ютубе, большое интервью, 20 серий. Вот как вы оцениваете эту историю? Я высоко оцениваю интервью Ира Андрея Ван Денка, одного из руководителей ТАСС, поскольку даже при очень ограниченном поле возможностей он умудрился как-то оживить картинку. Но в целом Владимир Путин довольно скучный и предсказуем. Ничего нового он не сказал. Кроме того, он в очередной раз дал понять, что живет на справках спецслужб, где нередко ему сообщают вещи довольно удивительные. Например, о том, что ракеты «Искандер» созданы какими-то молодыми парнями и девушками, недавно пришедшими в российскую науку и технологии. В то время как совершенно очевидно, что она создана на базе советских разработок. начало 80-х годов, 20-го века, и никаких новых запасов здесь в России нет. Все-таки желание пойти в Ютуб, чем оно обусловлено, на ваш взгляд? Для чего это было? Власти понимают, что там сила сегодня? Или как это? Ну, там сила и есть. При этом все-таки Владимир Путин весьма консервативный человек по базовому типу. Он по-прежнему считает второе телевидение, основным источником истины, и канал доставки правильной информации до верноданного народа. Но почему бы не сказать, Ютуб не очень отличает одно от другого. Он технический человек непродвинутый, что он и сам заявил Андрею Вангенко в одном из эпизодов этого сериала. Сказал, что не пользуется социальными сетями, так как предпочитает им спецсвязь. Да, и там даже была оговорка. Трамп, президент Соединенных Штатов, который на 6 лет старше Владимира Путина по возрасту, прекрасно понимает, что такое социальные сети имеют 72 миллиона подписчиков в своем твиттере, который благодаря Трампу превратился в одно из самых влиятельных СМИ мира, и Трампу не надо объяснять, что это такое. А Путин все-таки окуклился в капсуле тех старых СМИ, которые привели его к власти 20 лет назад. Ну, мы можем заметить, что там комментарии закрыты, так или иначе. Ну, зачем даже не раздражать Владимира Владимировича, который эти комментарии все равно бы никогда не увидел, если бы отдельно не захотел. Вообще давать людям повод думать, что они могут о священном свободно рассуждать. Ну, вот эта шутка, которую Comedy Club в свое время ввели в обиход о том, что зачем мне Facebook, если у меня есть ФСБ-бук. То есть это актуально для Путина все-таки? Безусловно. Но сам это и сказал, у него есть спецсвязь. А никакой потребности в том, чтобы быть онлайн и знать разные точки зрения непосредственно от их носителя, у него нет. Поэтому он живет на справках спецслужбе и утверждается про создание Искандара молодым людьми в наши дни и так далее. Сейчас небольшой перерыв мы сделаем, потом вернемся и продолжим. Политолог Станислав Белковский с нами на прямой связи по скайпу. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами политолог Станислав Белковский. Здравствуйте еще раз. Еще раз здравствуйте. Напомню, телефону прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также, уважаемые радиослушатели, можете звонить, задавать вопросы. Пишите нам в WhatsApp 230-6191. Это номер WhatsApp. Да, что касается решения России выйти из сделки ОПЕК+, обрушение цены на нефть, падение курса рубля. Кто-то называет сейчас Владимира Путина гением, который сейчас всех переиграет. Другие, наоборот, опасаются, что это приведет к тому, что платежеспособность российского населения упадет еще больше. Вот как вы оцениваете эту историю? Безусловно, платежеспособность российского населения упадет еще больше, но это никак не влияет на позицию тех, кто считает Владимира Путина гением, которому суждено всех переиграть. Владимир Владимирович со мной это бы сказал, он в прошлый раз я же всех переиграл, а сейчас просто надо понять Америке, что ее экспансионистские планы зашли слишком далеко. Ну что это такое? Вели санкции против дочерней компании Роснефти в Венесуэле. Опять же, а кто коронавирус-то придумал? Американцы. Вопрос для того, чтобы ослабить нашу китайскую партнеру. Кстати, обратили внимание, что больше всего в Европе от коронавируса пострадала Италия. В коронавирусе власти максимально толерантны к скрепчению наций против России и вообще к постановлению полномасштабных отношений с Россией. Нет, Америка снова плетет нити глобального заговора с целью уберлить свое мировое господство. Трамп не едет к нам на День Победы. Пакт термопут пресловутый Трамп, Макрон, Путин не вытанцовывается. И вообще-то поэтому все, что плохо для Америки, хорошо для нас. А то, что в очередной раз обнищает русский народ, то гигантский опыт нашего народа для обнищения не позволит ему расстроиться. То есть не смогли договориться по сделке ОПЕК, потому что американцам может быть плохо. То есть это была причина. Так, потому что американцы дешевеют, ведь искусственник дешевения нефти страдает значительная часть американской индустрии по добыче сланцевой нефти. Хорошо, может быть предложение сланцевой нефти на мировом рынке сократится. Это выгодно как бы Российской Федерации. На самом деле это абсолютно все равно, потому что всегда это сокращение может быть компенсировано другим предложением. К тому же в сланцевом сегменте нефтяной отрасли очень легко решаются задания временной консервации с последующим восстановлением. Но для Владимира Владимировича сейчас это не важно. Важно пока, что мы крутые. У нас есть звонок радиослушательной линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы так ловко жангелируете фактами, определениями. Вы знакомы лично с создателями Искандеров, что вы утверждаете, что они не молодые. И второй вопрос по сланцевой нефти в том, что ее легко очень заместить. Например, американская разведка и данные, которые вышли вчера, говорят, что всего можно ОПЕК при всех своих раздуваний щек повысить добычу всего лишь на 1 миллион баррелей. Это американцы говорят, данные агентства нахитической информации США. Да, спасибо вам. Ну, Заводская собирается повысить на 3 миллиона баррелей по официальным сообщениям независимо от Америки и сланцевой добычи. Что касается производителя Искандара, ну, все написано в интернете. Если пользоваться не только спецсвязью, все можно легко узнать. Зачем мне лично быть с кем-то знакомым? Как раз я-то предпочитаю пользоваться соцсетями, потому что создатели Искандарова они давно уже на пенсии. А вопрос молодые или не старые, он ситуативный, но я тоже не могу. А что касается ощущения. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира. Пишите также в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Ну, а насчет рубля, что вы думаете? Сможет ли он отыграть? Или ситуация тревожная с ним? Опять же, для кого как? С точки зрения правительства, Россия, она не тревожна. Не очень тревожна. Да, определенные потери будут, как были они в 2014-2015 годах, но для лиц, принимающих решения, эти потери не фатальны. Владимир Путин считает, что средств в Фонде национальной безопасности и других кубышках в России достаточно, чтобы страна выполняла свои бюджетные обязательства. А как говорил тогда, в 2014 году, не находящийся в местах лишения свободы бывший министр экономического развития Алексей Валентинович Чулюкаев, если у вас доходы в рублях и расходы в рублях, то не все ли вам равно такой обменный коз? Конечно, это не для всех всем все равно, и рост цены на потребительские товары, которые неизбежны в России в значительности, зависит от импорта, влияет на и на экономическое положение, и на психологическое самочувствие миллионов россиян. Но с точки зрения Кремля здесь никакой проблемы нет. Потому что переживем многое подобное, и переживем это. Народ не играет выходить бунтовать на улице, не смирается. на ваш взгляд все-таки такие решения, такие действия, которые предпринимают Владимир Путин и коллективный Кремль, они все-таки заставляют Запад прислушиваться к мнению России, потому что, ну, есть ли какие-то действия направленные, или так интерпретируются, направленные против России, Владимир Путин отвечает вот в том числе такими ходами. Это повышает его авторитет и статус в глазах западных партнеров или нет? Как вы считаете? Опять же, авторитет и статус понятие достаточно относительное. То, что, конечно, Владимир Путин является значительным раздражающим фактором для Запада, то да. И любые шаги в стиле аннексии Крыма повышают уровень негативного внимания к нему западу. Однако это не значит, что Россия становится игроком, формулирующим и формирующим мировые стандарты. В этом смысле ее... Вопрос от нашего радиослушателя, он такой в стихах прислал его, ну и шнурный мастак, сменил трусы он на пиджак, будущий президент России, москвичам все равно, кто президент, им и так всегда хорошо. И далее это все повторяется. Вот москвичам все равно, кто президент России? Поизвестно, опять, кто-то будет при коммунизме деньги, у кого-то будет, а у кого-то и нет. Кому-то из москвичей не все равно, кто президент, кому-то все равно. И как в Москве, Москва это город, где рейтинг Владимира Путина минимальный. Но, опять же, Кремль, возможно, небезосновательно полагает, что никакие активные формы протеста в современной России, способные дестабилизировать продолжение Кремля, невозможно. Поэтому, кто там, что думает про фигуру президента, это понятно, в самой администрации президента это вполне достаточно. Но президент, как раз выступая в Государственной Думе, сказал о том, что Россия уже исчерпала свой лимит революции. Эти слова его следует расценивать, как некий сигнал, что какие-то протестные настроения будут подавляться еще более жестко. Безусловно. Акции прямого действия, особенно несанкционированные, да, это показали московские протесты минувшего года. Потому что Владимир Путин опасается выхода народа на улицу. У него есть психологическая травма в конце 80-х годов, когда он вынужден был оборонять здание Комитета государственной безопасности граждане, фактически в одиночку, отрезан от большой земли, под поддержки советского гиганта, распадавшегося на его глаза. И он ни в коем случае не хочет повторения аналогичного опыта в современной ему России, где он, к тому же, отвечает за все. И для него, видимо, негативен пример, конечно, цветных революций в советском пространстве и вообще любых революционных проявлений типа «Армской весны». Принято считать, что во многом он принял решение вернуться на президентский в 2012 году, потому что посчитал, что Дмитрий Надведев, занимавший президентский пост с 2008 года, не удержит ситуацию, если произойдет нечто вроде арабской весны на российской почве и территории. А в том, что с такими событиями всегда стоят зловредные американцы, желающие недобра любым альтернативным влияниям в современном мире, Владимир Владимирович фактически уверен. Американцы, тем не менее, на ваш взгляд, все-таки пытаются влиять на ситуацию в России, потому что, ну, мы можем говорить, конечно, о теориях заговора, но понятно, что, например, разведслужбы скорее всего имеют свои резидентуры, имеют своих шпионов в России, там, агентов влияния и так далее и тому подобное, как и у России есть, и, в общем-то, их иногда вычисляют, высылают и обменивают. А сам Владимир Путин, между прочим, признал, что американцы передали очень ценную разведывательную информацию Он звонил Трампу и благодарил его за это как раз. Ну, да, был прощен теракт в Санкт-Петербурге. Естественно, США главная и единственная сержава современного лица, интересы у нее есть везде, в том числе и в России. Но говорить о том, что США как-то пытаются активно влиять на состав российской власти, было бы чрезмерным предвещением. Ну, это ведь показывает, наверное, уязвимость российских спецслужб, то, что спецслужбы США передали информацию о возможном теракте. Кстати, этот вопрос был задан и Путину на интервью в агентстве. Ну, подумаешь, да, в ряде других случаев сработали хорошо, здесь плохо. Конечно, это показывает уязвимость российских спецслужб, но, опять же, здесь вопрос, каковы критерии оценки Владимиром Путину и эффективности работы спецслужб. Поскольку эти критерии формируют самими спецслужбами, и не информация о соответствии спецслужб, критерии им же, да, от независимых источников информации Путин отрезает себя сам, как он сам честно и признаёт, поскольку он не хочет ничего, он не хочет знать о России ничего лишнего, он не хочет никакой болезненной информации, психологически это абсолютно объяснимо. Продуктивен ли для лидера большой страны такой путь? Опять же, это про другое. Но ему не нужны лишние знания. У него голова не резиновая, в отличие от Москвы. Поэтому спецслужба имеет достаточно возможности манипулировать своим боссом, чтобы убедить его достаточной собственной эффективности. Звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Да, мы слушаем вас. Здравствуйте, Ярослав. Да, слушаю вас. Знаете, я слушаю. У вас такая интересная безапелляционная манера общения. Но что касается эффективности спецслужб, давайте вспомним в Бостоне, когда был взрыв на марафоне, то российские спецслужбы, например, американцам передавали информацию тоже, об этом, как ваш Визави говорит, вся информация тоже есть в интернете. Когда мы говорим о том, что человек пользуется информацией в интернете для того, чтобы узнать, кто является создателем какого-то оружия, ну, знаете, ничего, кроме улыбки, это не выживает. Давайте, как говорится, знаете, есть великолепная фраза Владимира Ильича Ленина, не надо верить всему тому, что написано в интернете. Некоторые вещи неправда. Да, спасибо вам. Ну, вот такая реплика. Ну, я очень рад, что вас тут вызывает сказанной мной улыбку, поскольку это повышает ваше настроение. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира. В стихах нам пишут вопросы и реплики, да. Ну, вот пишет наш радиослушатель, он не представился. Я с Анной вполне согласен, вулкан Владимира опасен, он даже сам не понимает, как всех достал, как раздражает. Путин раздражает, как считаете, сегодня общество? Активную часть российского общества, да, конечно. Другое дело, что пока непонятен механизм конвертации этого раздражения в смену власти. То есть то, что от него устали, что он надоел, без спор. Но он живет в своем мире и власть формируется в том мире, где он живет, а не там, где накопилось связанное с ним раздражение. Традиционный вопрос, который сторонники Путина поднимают, это, ну, если бы у него была альтернатива, но ее нет. На самом деле, вот как вы считаете, почему этот вопрос настолько актуален и действительно ли альтернативы Владимиру Путину нет? Ну, так же не бывает. Давайте вспомним, что когда он сам приходил к власти, он воспринимался достаточно странно. Человек, которого еще никто не знал недавно и который не имел никакого-то публичной политики, тем не менее стал президентом России и остается им 20 лет. и уже ли страна настолько оскудела талантами, что у Владимира Путина нет альтернативы? Если так, то горе России. Еще один вопрос в стихах. Наш радиослушатель сегодня креативит. Никто не выжил, все сгорели, все депутаты-бизнесмены, в их головах сидит одно бабло-бабло-бабло, всех их нам надо заменить, а лучше было всех судить. Ну, кстати, о депутатах. Это тоже вопрос весьма актуальный. Кто сидит в Госдуме, как считаете? Депутаты вообще это кто? Это отражение народа сегодня российского? Зеркало? Нет, депутаты это в основном бизнесмены и бизнесмены. Не оскорбляются ли женщины, когда их называют бизнесменами в современной политкорректной реальности? Это люди, которые идут в Государственную Думу зарабатывать деньги, поскольку реального политического влияния у них нет. Кроме того, если депутат молод и хорош собой, любого пола он может рассчитывать на карьеру в исполнительной власти, соответственно, с повышением финансовых ставок. Если депутат ветеран движения, как Валентина Владимировна Терешкова, то на выполнение особо ответственных поручений партии и правительства, как в случае с внесением соответствующих поправок о пролонгации путинских полномочий. Но депутатство это бизнес, это не политика, насколько влияние на реальные политические решения Государственная Дума не имеет. Как зарабатывают деньги депутаты? Потому что я помню такой диалог, который у нас случился в туалете телецентра с одним депутатом, который жаловался, что когда он пришел власть Латвии из муниципальной власти, он говорил о том, что как-то ему не нравится, потому что он не понимает, как здесь делать деньги. Вот в Государственной Думе как делают деньги сегодня? Во-первых, на основании благословительных контрактов депутатов с администрацией депутатов, ну просто, что депутат честно отрабатывает и голосует всегда как надо. Это же работа позитивная, поэтому им причитается некая теневая зарплата. Кроме того, депутаты могут обслуживать интересы крупных корпораций. За это им тоже причитаются такие некие регулярные депутаты. Ну, конечно, существует сама депутатская зарплата, она не очень большая, по меркам российского питающего класса. 400 рублей на сегодняшний день через сколько в долларах, где-то 6-6-6 большим тысяч долларов в месяц. Кстати, когда шел разговор о срочном росте Государственной Думы и досрочных выборах, то в соответствующих поправках, подготовленных депутатам, чемпиона по грешной римской борьбе Александром Александровичем Карелином, было предусмотрено, что все депутаты распущенной Думы получат зарплату за год после окончания ее полномочий. То есть 412 это еще 5 миллионов рублей на нос. всякие есть разовые поручения типа запросов депутатских, каждый из которых стоит несколько тысяч долларов. Вот так и набегает. Кроме того, депутат является формально государственным деятелем и какие-нибудь бизнесмены, которым просто нужен этот статус для решения задачи, становятся депутатами не потому, что депутатские деятельности в какой бы то ни было неинтересны, а просто потому, что дает возможность ввести соответствующий номер на машину, получить удостоверение и так далее. Просто в качестве дополнения к их реальной функции жизни. Вот вы сказали, что можно там подарить своей любимой женщине все что угодно. Например, букет цветов или машины, а может депутатский мандат. Это дорогая игрушка. То есть на первом свидании или на втором свидании можно сказать, дорогая, я дарю тебе депутатский мандат. Ну, может быть, на каком свидании это уже вопрос индивидуальный, отношений между этими людьми. Депутатский мандат, почему нет, прекрасный подарок. Ну, что касается маневров в окружении в том числе президента Путина, вот на 26 февраля была новость о том, что Павел Крошенников, сопредседатель рабочей группы, да, рабочей группы по подготовке о внесении поправок в Конституцию, он сказал, что обнуление президентских сроков юридически не актуально. Потом Андрей Клишес тоже занимался поправками, он говорит, что поправки не предусматривают обнуление президентских сроков. Все это домыслы, он подчеркивает. Да, говорили, говорили. Я даже опирался. То есть, теперь приходится переобуваться в воздухе. Коллеги, да, я опирался на данные Клишеса Крошенникова, таким же меня подставили, видите, такие информированные люди, а вы говорите. Тут несчастный Белковский не может ошибаться. Даже Клишес с Крошенником вполне могут. Ну вот, приходится переобуваться в воздухе в итоге тем, кто говорил до этого совершенно другое. Ну, если мы говорим о... Владимир Терешкова, на это ты поживи с моим, чем уверенно заявляет, что таких поправок не будет. Нет, они и не планировались. Ну, в последний момент, поскольку, как мы видим, Дональд Трамп не приезжает 9 мая, почему-то я не могу всех убедить в том, что это не важно для Путина. Этот фронт недооценивается. Ну, скоро он будет оценен по достоинству. Для этого требуется еще определенная пропагандистская работа, что мы с Западом в очередной раз не миримся. Было решено, что надо сорвать все их всяческие маски и все-таки дать Владимиру Путину возможность, не обязанность, но возможность в очередной срок, чтобы все понимали, где раки зимуют и господа Клишис и Кошенинников тем самым были постромлены. Ну, ничего, у них есть далеко идущие карьерные планы. Безусловно, щедро вознаградят за их активность по реформированию Конституции. В частности, господин Клишис считается одним из приоритетных кандидатов на пост председателя Конституционного суда вместо престарелого Валерия Зорькина. Так что все у них будет с точки зрения их системы ценностей хорошо, они переживут. Прикракол. Ну, вот Конституционный суд это перспективная должность, будет с Владимиром Путином. Ну, учитывая, что Валерий Зорькин он превратился абсолютно в отдел администрации президента и решает все, что ему скажут из Кремля, должность безусловно перспективная. Риска там никакого. Что Кремль скажет, ты не понимаешь. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас. Добрый день. Ну, Казан Юлковский, я задам вопрос, он сначала все-таки про безапелляционность. Вот вы сказали, значит, психологическая травма после Дрездена. Почему у меня должна быть травма, если, в общем-то, я победил толпу? У меня должна быть эйфория, наверное. Как-то так примитивно получается. И вопрос. Вот все-таки, если так попытаться быть объективным, я не сторонник Путина. Но я считаю, что ни Ельцину, который развалил, ничего не удалось, ни Путину ничего не удалось. В итоге просто будет пролонгировано вот этот распад. И, в принципе, невозможно ничего уже изменить после того, что наворотили Ельцин с Горбачевым. То есть этот процесс, о котором либералы мечтают, он необратим, он в вашу пользу. Вот представьте, что вы, Собчак, вы когда-то говорили, будет президентом. Вот кто угодно. То есть Путин сейчас сажает сотни тысяч коррумпантов, а миллиардеры прорастают. И я понимаю так, я просто слушатель радио, что это просто лавирование между правыми и левыми, то, что делает Путин, и растянуть как можно дольше. Вот поставить вас, кого угодно. Невозможно уже ничего изменить. Или я ошибаюсь по своей замке. Спасибо. Это сложный вопрос. Ну, в отношении Путин не побеждал толпу, просто она не пошла на сторону. Поэтому он пережил такие неприятные моменты. Не то, что он вышел к толпе, разогнал ее, это неправда. Поскольку все-таки это происходило в Дрездене, если бы это происходило в Исламабаде или нибудь, она, наверное, пошла бы на сторону. У него просто темперамент не могла. Просто угроза такая была. А что касается, может ли что-то изменить, во-первых, это зависит от желания что-то изменить. Вот, как бы ни относиться к Борису Ельцину, это далеко не мой политико-исторический кумир. Он, наверное, примерно понимал, что он хочет изменить, и во многом изменить. Владимир Путин человек консервативного типа мышления, человек не может быть сильнее своего психотипа. Поэтому он ничего особенного не собирается менять. Он консервирует то, что есть, и позиционирует Россию как оплот консерватизма вообще в современном мире. О чем и свидетельствуют поправки, вносимые ныне в Конституцию, называют политическим завещанием Владимира Путина. Совершенно не случайные слова. Еще всего за несколько дней до триумфального выступления Валентина Владимировна Терешкова. Слово «завещание» прозвучало. Поэтому Путин не революционер. Он не хочет никаких радикальных перемен. Он не хочет и не получит. А если ему на смену придет сторонник радикальных перемен, обладает соответствующими ресурсами, то все может быть. Но, понимаете, субъект истории — Господь Бог, и надо лишь ему адресовать вопрос о том, что ждет Россию в среднесрочной перспективе. Но ведь Бог подключен к политической игре в России, учитывая, что его решили включить в Конституцию. То есть Бог с нами, получается. Ну, с вами, точнее, потому что мы в другой стране живем. Эта формулировка, предложенная в Конституции, достаточно сомнительная с религиозной точки зрения, поскольку там утверждается, что Бог нам передан в качестве традиции предками. С точки зрения монотеистической доктрины это не так. Вера в Бога — это индивидуальный акт, присущий каждому, и он не передается предками. Это не лимит материального недуховного наследия. Поэтому я надеюсь, что, может быть, эта поправка еще будет как-то откорректирована. Но независимо от того, есть он в Российской Конституции или нет, он остается субъектом истории. Поэтому я не знаю, что будет с Россией через 15 лет. Посмотрим. Что касается преамбулы и государства образующего языка, потому что в Латвии есть подобная поправка, преамбула, где написано о том, что латышский язык — язык основной нации, памат нации, титульной нации и так далее, то есть язык латышского народа. В Российской Конституции не указано, что это русский язык, но тем не менее подразумевается, ну, можно сделать такой вывод, что это именно русский язык. Вот насколько это важная поправка, как считаете? Она ничего не меняет в положении сегодняшней России. Главная проблема сегодняшней России — это соблюдение правил, базовых правил русского языка, когда становится все менее обязательным для соблюдения, в том числе на уровне актов тех или иных министерств и ведомств. Например, пару лет назад было решено, что и кофе можно употреблять в Среднем Родине. И вот это вызвало в последней проблеме. А проблем ущемления языков в России сегодня нет. И нет борьбы вокруг этого. Двойники Путина. В интервью ему был задан об этом вопрос. В интервью на площадке ТАСС он сказал, что их не было, но ему предлагали. Вы же говорили о том, что, возможно, он даже мог и не знать об их существовании в одном из интервью. Нет, я так пошутил. Как он не знает. Ну и, конечно, всем правилам игры он обязан отрицать их наличие. Но это все равно, что спросите у президента «Вы отдавали приказ о ликвидации Сидора Петровича Пупкина в Занзибаре? Что он вам скажет? Да, отдавал? Конечно, никогда не скажет «да». Значит, какой же он после этого президент и командир спецслужб? То есть они есть? Двойники. Да. Мне представляют, что они есть, но я не официальное лицо, и я могу гарнить любой огород. У меня спроса никакого. Спросим у звукорежиссера, можно ли принять еще один звонок. Нет, не разрешается. Скажет нам, что пора заканчивать. Время наше вышло. Спасибо вам, Станислав Белковский. Политолог был с нами на прямой связи по скайпу. Всего вам доброго и до свидания. Счастливо. preназио. Спасибо вам. Спасибо.